ученые общественность не перестают утверждать глобальное изменение климата реально и сегодняшние его проявления только вершина айсберга в общем темпы потепления увеличились примерно на 500 процентов с конца 1980 по данным нового исследования опубликованного в адвенсис in atmospheric sciences в 2019 году температура мирового океана побила все рекорды и стала самой высокой за всю историю наблюдений согласно международной группе ученых скорость нагрева всех земных океанов улавливающих более 90 процентов избыточного тепла земли за последние 25 лет можно сравнить с энергией произведенной тремя миллиардами атомных бомб климатические изменения стали причиной быстрого роста глобальной приземной температуры воздуха с 1950-х причем 2016 год ранее признали самым жарким за всю историю целью новой работы было отобразить влияние потепления на океаны и как выяснилось мировой океан в 2019 году продемонстрировал плюс 0,75 градуса к среднему показателю наблюдений за 1981-2010 годы в исследовании использовались данные из всех доступных на сегодня источников как утверждают исследователи новые данные они сравнили с тенденциями потепления восходящими к 1950 и выяснили что в целом за последние пять лет океаны были самыми теплыми за всю историю важно понять как быстро все меняется ключ к ответу на этот вопрос находится в океанах если вы хотите понять глобальное потепление вы должны измерить потепление океана к счастью мы можем что-то с этим сделать можем использовать энергию разумнее можем диверсифицировать наши источники энергии у нас есть возможность решить эту проблему помимо прогнозов на будущее не стоит забывать что в северной части тихого океана уже присутствует аномальное явление в 2015 году там образовалась гигантская капля температура которой на 6 градусов превысила температуру всей воды в океане известно что капля привела к гибели морских обитателей от фитопланктона до зоопланктона от рыбы включая 100 миллионов трески до морских животных таких как киты эти проявления глобального потепления имеют серьезные последствия что касается человеческих жертв то предупреждают специалисты горячие области в океанах могут влиять на образование штормов например потепление в мексиканском заливе спровоцировало зарождение урагана харви в 2017 году и урагана флоренс в 2018 которые унесли жизни десятки человек цена которую мы платим снижение содержания растворенного в океане кислорода это и вред морской жизни и усиление штормов и сокращение рыбного промысла а также вред экономики и и сферам связанным с океаном однако чем больше мы снижаем выбросы парниковых газов тем меньше нагревается океан сокращение повторное использование и переработка а также производство экологически чистой энергии все еще наш главный путь